Если хочешь больше, выбирай оверсайз-кредитку от Сбера. Получай оверсайз-кэшбэк у любимых брендов. Никогда не плати за обслуживание. Возвращай деньги без процентов через 120 дней. С молодежной кредитной картой от Сбера. Оверсайз-это база. Всем привет! Вы на моем канале Полина Зисова. С вами я, Полина Зисова, актриса. И Даша, стилист. Прекрасный человек. И, в принципе, и все. Больше никого нет. Только нас двое. Не, я вернусь, все, больше ничего интересного. Вообще, у меня очень много вещей, которые я просто вбила и не ношу. А также вещей, которые я просто не ношу. Хотя я месяц назад разбирала гардероб и вынесла две коробки одежды. А сейчас еще раз носить, видимо, все отсюда. Надо, надо искать свой стиль. Я тоже забираю целый пакет коробочек вещей, просто которые не ношу. Да, хорошие стены. А ты их не хочешь? Да, не вхожу, они хорошие. Жените-то до передоводов там, знаешь. Это пижама? Ну, нет, для меня не пижама. Она грузинка, что-нибудь. Ну, как домашний вариант хорош. Да. Домашняя одежда, да? Да. Не, хорошая, там от них еще топик есть. Топик вообще супер, так как, ну, может, еще куда-нибудь подпекли. Ну, мне очень нравится. Станы мне не нравятся. Это я лучше. И не ушикаривают тебя. Нет, нет. Ты же не носишь. Нееет. Я на танцы ходила в них. Они прикольные сидят. Они такие, знаешь, что... Глана бич. Ладно. Это Моана. Пой Моану. Помнишь песню из Моаны? Нет, она твоя Моана. Блин, какие они. Молоченькие. Я нравилась. Ну, просто учитывая, что это H&M, им лет... У меня 10, наверное. Это не мои вообще-то сестры старшие. Я на них еду на кроме года, ребят. Класс. Супер. Так, это лето. Ты носируешь в этом году? Я их вообще не носила. Слышно. Так, застиранные белые... Это какие? Это я вообще дома домашние хожу. А пятна вот эти, они помогают тебе дома чувствовать себя курулевой. Ну, все, ладно. Спасибо. Это домашние штаны. Да. Они какие-то уже потеряли. Так, шорты... Ой, что такое так жестко? Леон, носишь, носила ты их в этом году? Вообще да, я их не носила на отдых. Я не очень приятные. А это штаны, которые я купила, которые мне прислали в Абартеру? Они у тебя не короткие? Они такие, знаешь, они обрезают очень многие. Не знаю. Страйм еще. Как-то они... Такие... Давай их пока оставим, посмотрим, чем они складываются. Можно тухольки? Я не люблю вещи на низкой талии. Потому что сразу обрезаются ноги. Я люблю вот когда вот так. Они уже, видишь, типа застиранные. Господи. Жест. Чего не буду ходить? Нет. Ну они не свежи в целом. Ты в них походила. Ну я в них походила, да. Правильно, непрятно. Есть порошок хороший, который тестирует белые вещи. Дай мне вещи. Короче, как вы поняли, мы собираем в ней квартиру в стуле. Ну если дома только. Ну я в ней не хожу, по сути. Но она очень милашная дома. Ты дома не ходишь? Да. Буду. О, это база. Это самая любимая кофта. Потому что мы с Дашей вместе ездили на фестиваль. Новый сезон. Все образы собрала Даша. Хороший лонгслифт. Лонгслифт. Аккуратный. Аккуратный. Это футбол-клаб Спартак Москва. А что, болеешь за Спартак? Конечно. Я вчера была на Манчест-Спартакову. Пожму платье вот так. Я не успела еще, потому что... Это на минуточку. Платье, в котором Парина Андреевна на закрытии фестиваля ходила. Ну вот. Я вот останусь. С вырезом, да. Просто не знаю что. Вот так Парина Андреевна проникла. Скажи. Я это... Нет. Главное место отделено треником. Блин, все не выставляем. Понял. Понял. Я тебя ни разу не видела в платьях цветочек. Это не надо все. Хочу сегодня поговорить с вами о вечернем уходе, который я использую зимой. Очень важно обновлять кожу, поэтому первым в моем списке идет гель неумывания с кислотами. Следующий этап это тонизирование. Здесь я остановилась на увлажняющем тонере из серии Аквакей. Очень круто, потому что он реально в разы увлажняет мою кожу сухую. Особенно зимой. Из плюсов он очень вкусно пахнет, а еще можно наносить пальцами, а не диском. Я так люблю. Ну, конечно, после тонеров я использую сыворотку. И чтобы вы понимали, это лежит у меня в сумке просто постоянно. Это сыворотка от Energy K для ровного тона кожи. Это правда то, что мне очень нужно, потому что у меня иногда кожа почему-то разная. пигментированная, а беру вот эту штуку и все, и проблемы проходят. И... Ну и последний этап это крем для проблемной кожи. Я его использую в качестве поддерживающего этапа, потому что он не только борется с высыпаниями или сдерживает воспалительные процессы, но он еще нереально увлажняет кожу, и что самое главное, он не оставляет никакие липкие следы. Иногда я забываю крем для рук, и приходится увлажнять им руки, потому что он нереально приятный. Ну и конечно, я напоминаю вам про промокод на Озон, по которому вы сможете очень выгодно купить продукты от бренда Декот. Промокод D.POLINA15 действует на весь ассортимент бренда Декот в интернет-магазине Озон и дает скидку. 15%! Друзья, закупаемся. Этот портрет нарисовала Ананке, которая из бедных богатых играется со мной. А этот портрет мне сделали. Платье создала моя подруга, бренд Lady Di. Это просто домашняя футболка, очень длинная, которую я надеваю, когда приходит курьер, и я голая. Хорошая футболка. Ну какая-то такая, алкоголичка, девчонка. Так, они в алкоголе будут. Ну голые, они красивые. Это просто домашняя футболка. Ой, как тут улыбаться. Это я покупала на пробу на Амру когда. Вообще это прикольно. Вес вообще удобный, я люблю очень. Ну просто, а видишь, у нас он взяли красный. Кто-то его зашил. А реально, кто это сделал? Бабушка, наверное. Бабушка вчера приезжала к нам. Разобрала, подшила, оставила как было, да? Расскажу вам интересную студию про волк, у меня в сутки. Дождь. Мы ее взяли в ZenWeb, очень люблю бренд в ZenWeb. Перед тем, как поехать на фестиваль Новый сезон. А на Новом сезоне представлялся наш сериал Урок, в котором Юра Борисов играет Лил Дождя, рэпер Лил Дождь. И я взяла футболку, я слушаю дождь. А еще, самый прикол в том, что Юра Борисов лысый, и он тут тоже лысый. И как будто это прямо сделают специально под наш сериал. Вам так мне кажется? Мне так кажется. Кстати, интересный факт. Даша с нами снимала Папина, дочь. Даша играла нашу... Играла? Да-да-да. Выгадайте кого! Вы видите Дашу в третьем сезоне. Даша четвертую потерянную сестру. Уже и так четыре. А... В общем, Даша художник по костюму на проекте Папина и дочь. Третий сезон. То, что вы увидите, я ношу, это всё Дашиной идеи. Господи, я хочу, чтобы люди знали об этом. То, что я ношу, это Дашиной идеи. Немножко Дашиной, немножко Асланы, немножко Толиной. Любимых Полинин. Я просто хотела их хранить, но знала, что Даши захочет выкинуть. Нет, я вообще не против этих штанов. У меня к ним... Я уже к ним прикипела, Полин. Кто у тебя в 11 тоже был? Цветы какие-то. Кто-то мне заказал цветы. Буду, знаю. Кстати, реалиментация казалась цвета. Это не мой костюм, надо отдать Карли. Поэтому мы не вставим. Она не знает, что она меня... В смысле? Наверное, знает, но мне кажется, она уже не помнит. Либо она мне его подарила. Давай, ты померяй его? Или что, если ты отдашь его Карли? Не-не-не, я не отдам. Но она пока не просила. Зачем отдавать? История года, номер два. Мы изначально купили этот пиджак. Он был на Азо... Тим-Тим. Короче, вместе с Деденоком Тим нашли этот пиджак. И там было написано, что только вот эта сторона написана. Вот. А здесь всё тёмное. Переходит пиджак на мой день рождения. И здесь крыса. Здесь просто нарисована крыса! Я думаю, я не крыса. И нам пришлось его кастомить. Но они вообще не сказали, что там крыса будет. Я его не нашла вообще. Давай его подарим. Смотри, закастомленный Полиной Андреевной и Деденок Тим лично. Это можно и разыграть. Сейчас мы будем собирать типа капсулы. Вот. Даша будет разговор. Все эти вещи. Всё, что осталось. Остатки наши. И будем собирать капсулы. Что такое капсулы? Ну, я бы не сказала, что мы будем собирать капсулы. Мы будем просто мычить твои вещи с тем, что мы покупаем. И понимать, чего не хватает в гардеробе. Чтобы у тебя всё работало друг на друга. Чтобы у тебя всегда было что надеть. И мы сделаем из того, что мы соберём такой альбом, которым ты сможешь пользоваться. Плюс, наверное, это мы не будем показывать, да? Собираем что-то, в чём ты находишь на премьере. Да, это мы будем показывать. И на разные мероприятия. Только что позвоним курьер. Видимо, доставочка цветов. Что это? Оу! Там есть только цветы. Как мило! Так, игрушка. Смотрим игрушку, как видите. Я люблю игрушки. Какая хорошая игрушка! Это под образ, странно. Мы за защиту тигров. Сейчас мы вместе с Дашей меняем, точнее, можно сказать, ищем мой стиль. Потому что до этого я одевала всё подряд. Даша говорит, что очень много тёмных вещей. Вот, как видите, ищет во мне краски. И ищем. Просто ищем. Вот это ярость. Мы ещё в поиске моего стиля. Хочется открыть себе женственность. Всё-таки уже 20 лет человеку. И уходить от трикотажных штанов длинных. Вот стремимся мы к тому, чтобы мы дерзкая, но романтичная. Вот дерзкая, но романтичная. Дерзкая, но романтичная. Дерзкая. Это лук собрали за хлебом. Сейчас будем собирать за маслом. Сейчас я собираюсь на пробы. Вот один лук, сейчас я переоденусь, мы уже интегрировали, в нём я пойду на пробы. Мы сделали одну из частей работы, осталось дособрать, что-то докупить. Всё, остальное вы увидите уже в моём инстаграме. Лайкайте мои новые луки, смотрите, следите. Напишите в комментарии, как вы думаете, какой мне стиль бы пошёл. Пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова